Всем привет! Меня зовут Сергей Родионов, и вы на канале Finishing Group. Сегодня мы в гостях у компании PPG и его технолога Романа Подколзина. И у меня появилась прекрасная возможность попробовать наше оборудование пистолета Сагула и Девилбис в связке с материалами PPG. И Ром у меня анонсировал два интересных материала. Это наполнитель и, соответственно, лак. И сказал, что это очень интересный продукт. Ром, скажи, почему они и почему именно их сегодня мы будем пробовать? Итак, сегодня мы поговорим с вами о двух продуктах. Первый это грунт-наполнитель PPG Deletron 8545. Интересен он тем, что очень легко, легко к применению, очень легко наносится, быстро сохнет. И самое интересное, его можно предразбавлять прямо в баночке. То есть баночка стандартная, похожая на все стандартные, но грунта здесь чуть меньше. То есть по сути можно подготовить сразу предразбавленную версию, потом уже смешивать с отвердителем. То есть как вариант. На самом деле очень интересная тема, потому что все-таки я в своей практике не встречал материалов, которые изначально предварительно разбавляются. Потом уже с отвердителем, да? Да, потом уже с отвердителем. Соответственно, первая пропорция стандартная 4.1.1. И если мы предразбавляем сам грунт непосредственно в банке, то пропорция 5.1 смешиваем только с отвердителем. Слушай, ну очень интересно, да. Очень быстро сохнет, легко шлифуется. То есть он изначально очень сильно густой, да? Да, в баночке он довольно-таки густой. То есть в литровой версии, в принципе, можно без проблем размешать линеечкой, да. Особенно это касается как раз больших банок. То есть сразу же шнек в миксер не стоит ставить. Лучше, конечно, линеечку перемешать, то что реально в банке. Слушай, а мы можем говорить про то, что как бы на выходе получится, ну, много, скажем так, материала, условно говоря, да? То есть площадь, скажем так, общая площадь окрашиваемого, как бы, детали, она получается больше, чем что-то среднестатистическое, да? Там из каких-то продуктов, ну, в общем-то, да. По сути, как наполняющая способность довольно-таки высокая до грунта, так и довольно-таки экономный расход. Ну, то есть, по сути, получается продукт с большим, скажем так, с большей площадью окрашивания, да? То есть в банке больше продукта. Да, то есть, по сути, да. За счет того, что очень довольно-таки высокая сухая остатка у самого грунта в чистом виде, да, мы получаем больше продукта на выходе. Слушай, ну, а как бы, почему как бы Дельтрон? Потому что все-таки именно Дельтрон, ну, считается премиальным продуктом. То есть, почему как бы он? В данном случае экономическая составляющая, так понимаю, позволяет, скажем, его использовать не только в дилерских станциях, но и в частных мастерских. То есть, это все в данном случае доступно. Вот. То есть, все это поставляется, выпускается непосредственно на заводах Дельтрон. Также на баночке можно будет посмотреть, да, указано. А страна-базготовитель? Милан. То есть, итальянские продукты. Да, то есть, итальянские продукты. В данном случае, экономические, они доступны. То есть, это, получается, у вас как бы акция будет на постоянной основе и, по сути, любой человек, работающий в частной мастерской, как бы, да, может работать премиальным продуктом. По сути, да. То есть, это акционный продукт премиум сегмента. Акция, она будет какое-то время длиться или это будет постоянная основа? Я думаю, опасная постоянная основа. Слушай, ну, прекрасно. То есть, если бы, ребята, есть возможность работать премиальным продуктом за как бы бюджетные вполне деньги. Да, вполне, да. Прекрасно, мне кажется. С наполнителем, в принципе, более-менее понятно. А что у нас по лаку? То есть, что за продукт, что за лак? Значит, лак новый. Называется он 8100. Очень просто применение. Смешивается со своим отвердителем 2 к 1 и добавляется 0,3-5 долей разбавителя. Стандартный двуслойный лак, прозрачный. Никакой линзы не дает. Очень быстро. То есть, просто хороший, как бы, рабочий лак. Стандартный лак, даже можно выводить любое шагрение. Очень легко наносится, не течет, не кипит. Вот стандартная сушка 30 минут или за ночь в естественных условиях 20 градусов. Он также будет по цене интересен? Да, он также по цене интересен. Это, получается, два продукта премиального характера, премиального качества за средне бюджетные деньги. По сути, да, это два премиальных материала, абсолютно верно, по доступной стоимости. Подходит, опять же, говорю, как для дилеров, так и для небольших станций. Очень-очень даже вполне подходит. Это прекрасная возможность для всех, я считаю. Что касается оборудования, значит, тогда мы пробуем с Агулой, значит, 3300 наносить наполнитель. Соответственно, ей же мы будем красить деталь, ей же мы залачим. Вот. И, значит, под лак я предполагаю, наверное, использовать что-то среднебюджетное, да, то есть это, допустим, с Агулой 4600 под лак. И также под лак мы будем использовать DV1. Это уже из дорогих версий. Вот. Ну и покрасим, я думаю, наверное, вот тоже 4600 Аквой, то есть в хорошей связке там с 1,3. Вот. То есть это, что касается оборудования, что касается материалов, мы, в принципе, уже проговорили, да. Тогда, наверное, перемещаемся потихонечку на зону подготовки. Да. Нанесем грунт-наполнитель и более подробно расскажем по нему, посмотрим, как наносится, как шлифуется. Да. Поехали. Производим смешиваем нашего грунта-наполнителя 85-45, пропорция смешивания с отвердителем 802-4-1 и добавление разбавителя стандартного 807, также одна часть. Отвердители, я так понимаю, все-таки не рекомендуется никакие сторонние использовать, да? Абсолютно верно, да. Люди что-то свое добавить в эту картину? Не стоит, да. Также и разбавителя не стоит, потому что очень многие разбавители довольно-таки агрессивные, да, и в этом все негативно можно повлиять на качество, соответственно. При том, что цена продукта, как бы, она абсолютно вменяема, как бы, нормально, да, я так понимаю? Да, вполне тем более. Не такое большое количество разбавителей нужно. И не заставляет, как бы, добежать до чем-то более дешевле. Вот, как мы видим, как я и говорил, да, то есть грунт-наполнитель сам по себе довольно-таки густой. Ну, да, то есть изначально баночки хорошенько перемешать необходимо металлической линейкой, как я это делаю, и затем только уже перемещать грунт в смесительную емкость. Можно попробовать? Ну, кстати, да, он как будто даже и как будто 5-1, наверное, а то и 6. Ну, да, действительно густой, да, очень классно. Итак, смешиваем по объему 4-1-1. Как раз на данной баночке у нас уже есть такие пропорции, очень удобно. Слушай, ну, с такой вязкостью, я думаю, наверное, и дюзы на пистолете должны быть побольше. Так, значит, дюзы 1,8-2. То есть 1,8 это, кстати, минимум, да? 1,8 минимум, да. Ну, я специально поставил, да, побольше, потому что я знал, что он будет достаточно густой. То есть для многих других наполнителей 2-0 дюза это много, здесь это нормально. По количеству слоев? 2-3 слоя, в принципе, всем знакомы такие, такая ситуация. То есть если какой-то небольшой ремонт, не сильно поврежден детали, двух слоев, в принципе, достаточно. Если ремонтная работа производится при помощи полиэфирных материалов, шпатлевок и так далее, конечно, уже лучше в 3 слоя. Ну и толщина, как будешь разводить? Толщина 150-200 микрон заявлены производителем. Ну, нормально, да. Вот. В принципе, из-за счета того, что высокий сухой остаток в самом грунте наполнителя, больше, по сути, надо. То есть то, что у нас останется на детали, этого достаточно для шлифования. По сути, классика жанра, то есть 4-1, простое смешивание, 2-3 слоя и большая толщина. По сути, да, очень просто смешивается. Толщина слоя получается 150-200 микрон. Вот, очень быстро полиримизуется, то есть буквально 3-5 минут межслойка и 2,5 часа воздушной сушки. При 20 градусах. При 20 градусах, да. Соответственно, сейчас у нас примерно 30. Тогда не будем терять время. Нужно наносить очень быстро. Специально мы на крыло приклеили тест-пластину для проверки данного грунта дополнителя на эластичность и, соответственно, толщину сухого слоя. Вот, наносить будем в 3 слоя с выдержками примерно, ну, 3 минуты, не больше при данных температурных режимах. Я поставил 1.8 в юзерам, как ты, собственно, и говорил, да, вот, и потом расскажешь мне, как ты плывал, комфортно. Может быть, нет. Попробуй. Окей. Ром, слушай, а шагрень как бы она подрастеется потом? Да, при нанесении легкая шагренька замечается, но потом все это растягивается с увеличением слоев тем более. Вот, он становится практически гладким. Вот. Очень понравился мне этот пистолет. То есть, очень плавно, мягко наносит данный грунтополнитель. Вот. И очень понравился файл. То есть, довольно-таки широкий. Комфортно через 1.8 нормально, да? 1.8 достаточно, в принципе. Вот. Если какие-то глобальные ремонты, в принципе, да, можно взять даже 2.0. Ну, в принципе, для данного не сильно поврежденного крыла 1.8 дюзы и 3 слоя будет вполне достаточно. Слушай, ну, я прям физически ощущаю толщину этого материала, как бы, да? Хоть как бы присутствует такая без шагренька, да, но прям видно, что действительно он реально толстый, как бы. То есть, ну, реально очень хороший. Небольшая структура грунта-наполнителя есть, но это говорит о том, что он при нанесении стабилен. То есть, пост-розлив в него минимальный, соответственно, он не склонен к потекам. То есть, как нанес, так и осталось, по большому счету. Вот. Это легкая шагренька, она потом сошлифовывается. Ну, как бы, да, в любом случае. Любым стандартным абразивом, то есть, без каких-либо проблем. То есть, не течет, не кипит, то есть, нанес и забыл. Ну, и толщину мы померяем, как бы, да, посмотрим. Вот. После нанесения прошло уже порядка, там, полторы-две минуты. Как мы видим, уже грунт дополнительно начинает мотоветь. То есть, в данном температурном режиме сейчас порядка у нас 27 градусов в помещении. То есть, выдержка, как и по ТДС, будет минимально, там, минуты 3, не более того. Продолжение следует... И так, в нашем случае прошло сейчас выдержка после нанесения третьего грунта порядка 10 минут. Вот. На отлип грунт уже готов, то есть, готов уже к сушке. Вот. Сушить мы будем крыло инфокрасной сушкой, то есть, по ТДС, порядка 15 минут. И кашка, я, кстати, хочу, с своей стороны, заметить, очень нужная, как бы, вещь, если, допустим, есть возможность у ребят, допустим, у вас приобрести икосушку, да, там, не важно, как у бренда, как бы, сделаете это. Потому что очень важен, на самом деле, момент, это не прихоть, потому что подготовительный материал лучше, конечно, сушить инфракрасной сушкой, чтобы они у вас давали усадку сразу. Потому что эти материалы, они тянут, как бы, за собой все остальное, то есть, ваш пирог. Не важно, каким вы, допустим, какой краской вы работаете, не важно, какой крутости лак вы взяли, там, да, какой, значит, там, по деньгам. Да, потому что, если сырая основа у вас, она у вас сядет и потянет все ваши материалы, они будут выглядеть отвратительно потом. Вот, поэтому очень важный момент, как бы, это делать надо сушить хорошо, соответственно, если вы работаете, допустим, в частной мастерской, опять же, вы купили хороший наполнитель, толстослойный какой-то, да, филер. Очень нас народ любит это дело пожирнее нанести, как бы, да, то есть, если филер, значит, толстый, нанесем пожирнее, там, 500 микрон, как бы, и, работая в, условно говоря, в гараже, там, да, на себя, без какого-то должного воздухообмена, мы получаем, что мы получаем просто сырую основу, не просохший до конца наполнитель, который, как я уже сказал, в свою очередь тянет за собой все остальное, да, и получается, ну, как бы, очень-очень-очень плохо. Поэтому, если вы работаете без камеры, во-первых, не переваливайте наполнитель, не переваливайте, соответственно, как бы, филеры, если они даже толстослойные, вот, делаем все, как бы, согласно ТДС, там, да, то есть, если указаны, там, два-три слоя, там, все, как бы, не надо, там, там, что-то лишнего, какой-то отсебятины, там, да, не увлекайтесь, там, без разбавителя, там, да, добавлением, соответственно, если положен, допустим, разбавитель, да, то есть, 4.1.1, как у нас, 3.4.1.1, как бы, все, то есть, учитывайте свои условия, как бы, да, и, как бы, думайте всегда об этом, вот. Ну и, разумеется, как бы, если есть возможность каким-то образом улучшить, оптимизировать ремонт, может быть, сделать его быстрее, как бы, да, тут такие вещи, как вот, например, инфокрасная сушка, они всегда будут полезны, на мой взгляд. Абсолютно солидарен, да, потому что смысл инфокрасной сушки, то есть, это короткие волны, они непосредственно нагревают сначала саму подложку, то есть, в данном случае, металл, да, и от металла идет прогрев всего нашего, так называемого, пирога. То есть, исключено, не просушенный какой-то наполнитель, то есть, даже нижние слои все просыхает с условием, если не было перенасыщение слоев толщины, да, и всех оптимальных выдержек. В данном случае у нас грунт уже подстал, вот я уже трогаю, никаких мятин конкретных не остается, но, естественно, еще не готов к обработке, но к сушке уже можно приступать. Потом начинается перерасход абразива, материал плохой, давайте поменяем что-нибудь, что-то, какой-то там очередной наполнитель, вот, ну и вся остальная история, которую мы все прекрасно знаем. Грунт-наполнитель наш высох, соответственно, мы с детальки сняли нашу прикрепленную к крылу от из пластины, сейчас мы померим толщину. Изначально мы произведем калибровку толщиномера, убедимся, то что он показывает по нулям. По нулям показывают наш толщиномер, берем идентичную пластину, замеряем толщину грунта, заводского грубо говоря, то есть порядка будет 17-20 с копейкой микрон, 17-19, 17. Ну, то есть в среднем где-то минус 20? Да, в среднем давайте будем считать 20. Соответственно, эти значения вычтем при замере толщины сухого слоя нашего наполнителя. 300, 280. Замерять буду, соответственно, посередине, да, чтобы какие-то наплывы там не искажали значение толщины. Итак, исходя из наших замеров, у нас в среднем получилось примерно там 250-270 микрон, около того, то есть нанесение повторять было в три слоя, ну, то есть очень хороший довольно-таки получился слой. И Yuz 1,8. Yuz 1,8, да, пистолет слагал 3,300. Давайте переходим к шлифованию. Тоже очень важный момент. И я, наверное, со своей стороны добавлю там пару, может быть, моментов, которые будут, наверное, полезны всем, я думаю. Пару слов про шлифование. Значит, рекомендую, ну, лично я, по крайней мере, использовать, во-первых, проявку, да, то есть либо в сухом виде, либо, соответственно, в каком-то, допустим, аэрозоле, потому что она просто элементарно облегчает вам шлифование. Вот, какие-то замены, скажем так, я не рекомендую, я не знаю, там, точить гриф или карандаши, условно говоря, потому что это не работает. Вот, то есть обычно сухая проявка. Вот. Что касается абразивов, значит, и вообще процесса шлифования. Если у вас есть какое-то ремонтное место, соответственно, мы начинаем с именно шлифка, потому что то, что вы не дошлифовали, возможно, скажем тогда, на этапе шпатлевания, и залили наполнителем, потому что наполнитель, так или иначе, он все равно немножко просаживается, да, вне зависимости, как бы, от его бренда, там, от стоимости. Усадка есть, потому что есть, как бы, органика, да, в составе, поэтому она испаряется. Вот, поэтому, чтобы все нюансы, скажем так, возможного ореолообразования убрать, то есть мы начинаем с шлифка. Абразивность, как бы, это уже смотрите, как бы, сами, да, там, по толщине, по повреждению, скажем так, да, детали. Вот, можно начать, там, с, там, 280, как бы, да, и, закончить, там, 400. Вот, можете сразу взять, допустим, 320, то есть это уже индивидуально. Вот, если, допустим, повреждений, как бы, у нас нету, как вот на нашем крыле, да, мы можем начать с просто круга, просто круга и с машинки. Что касается подбора, скажем так, абразива, да, я лично рекомендую работать одним брендом, то есть не брать что-то там подешевле, подороже, там, дали на какую-то операцию подешевле, какую-то подороже, потому что у разных брендов калибровка зерна, она разная, то есть они, в принципе, укладываются, скажем так, общепринятые нормы, там, да, там, по фете, там, и так далее, но, в любом случае, какие-то абразивы более злые, какие-то более, скажем так, тонкие, да, бренды сейчас и приводить, как бы, не буду, так, к примеру, да, но это есть, это есть, соответственно, я думаю, как бы, вы все знаете об этом. Вот, поэтому, как бы, не устраивайте мишанину, работайте одним брендом, что выбрали, как бы, то и берите. В данном случае, значит, у нас был толстослойный билдер, как бы, да, то есть он был хороший по толщине, как бы, вы это видели, он был по текстуре, как будто он сейчас высох, да, он достаточно, как бы, получился у нас очень бархатистый, как бы, гладенький, но, тем не менее, я, например, вот, начал бы с таких, как бы, наполнителей шлифовать СП-320, то есть ПП-320-400, как бы, и, если уже, например, вам необходимо, то, там, например, у вас перламутр, да, то закончил бы, наверное, 500, вот, поэтому у меня два абразива сейчас будет 320-400, и, как бы, я начну, тем не менее, со шлифка, просто ручное шлифование и машины, как бы, это разные вещи, да, просто чисто посмотреть, как пилится наполнитель, да, как идет образование Пыль, как называется, да, забивается, не забивается, поехали! Как мы видим, структура грунт-наполнителя довольно-таки небольшая, сошлифовывается абразивом СП-320 довольно-таки легко, сам грунт-наполнитель высох, не забивается, вот, в принципе, как в нашем случае, незначительное применение бруска или шлифка можно использовать, в принципе, без пыльотвода, если на постоянной основе, так скажем, используете данное оборудование, лучше, конечно, подключить пылесос. По поводу толщин, сушки и так далее, то есть, если довольно-таки серьезный у вас ремонт производится на какой-то детали, и вы чувствуете, что, допустим, восстановление, так на помощь шпатлевки, так скажем, не полностью, так скажем, эффективно, где-то нужно подзалить, так скажем, грунт-наполнитель, можно, конечно, чуть побольше подзалить, в этом случае сразу сушку не включать, лучше оставить на ночь этот грунт-наполнитель, чтобы он естественным путем схватился, и уже на следующий день или на утро его посушить уже финишно, соответственно, не будет его вскипания и так далее, то есть, внутри он также будет полностью сухой, то есть, на всем протяжении, на всей толщине этого грунта-наполнителя. Значит, таки отшлифовался. Несмотря на то, что шагрень присутствует, спиливается он очень легко, и при этом наполнитель эластичный, эластичный, но он пилится легко, пыль сухая присутствует, это говорит о том, что он хорошо просох, вот, и он не забивает абразив. То есть, шлифование у нас идет очень легко и, собственно говоря, без напрягов. Я сейчас перейду к шлифованию кругами, вот, и что-то ты хотел сказать вам про эластичность. Да, как раз по поводу эластичности можно вернуться к нашей тест-пластине. Вот, она также сохла, как вы видели, вместе с крылом под ЭКшкой, можно просто-напросто сделать вот так вот. Согнув ее, мы видим, что она довольно грунт и эластичный, даже с этой толщиной. То есть, это очень-очень хороший показатель. В процессе эксплуатации автомобиля не будет какого-то сильного сколообразования и так далее. То есть, очень-очень хорошие результаты. А то, что это было так астинно? Да, толщина здесь получается у нас в разных точках, вплоть до 300 микрон. У нас было 15 минут инфракрасной сушки, при этом за 15 минут ЭКшки там высох, нормально. То есть, шлифуется очень хорошо и быстро, и прямо до пыли, что называется. Шлифование начинаем с абразива P320, ход эксцентрика машинки 2.5, поскольку это финишная операция. Поехали! Мы закончили шлифование абразивом P320. Сейчас произведем смену на P400 и труднодоступные места, какие-то кривильные поверхности мы обработаем шлифовальными буками. Мы подготовили детали под окраску, соответственно, закончили мы абразивом P400, обезжирили, обеспырили, соответственно, мы готовы красить. Я предлагаю вам покрасить из двух пистолетов. Соответственно, один пистолет у нас будет P3300. Это универсальный пистолет. Им же мы носили наполнитель, соответственно, им же мы покрасим, им же мы завлачиваемся. И второй пистолет, это будет премиальная версия пистолета P4600. Это мы используем под краску, под базу. Соответственно, голова здесь будет Aqua и Yuz 1.3. Соответственно, здесь тоже самое будет голова Tec и Yuz 1.3. Ну что, красимся! Базовое покрытие у нас PPG Deltron. Цвет красный у нас 3R3 Toyota. Будем наносить на P400. Если будет, соответственно, более сложным цветком серебро, лучше, конечно, рисочку сделать поменьше P500. Наносить будем по стандарту три слоя. Пришти это качество! Пришти что-то сложных популярными пистолетами под поставить их на 50 центре Сwill Nos juegos напряжения. Так, конечно, Vielen! Постой! Причем против кошмечку. В данном случае у нас деталь укрыта, так же как и сама тест пластина, но в некоторых случаях по рекомендации колориста требуется нанести эффектный слой. То есть в каких-то случаях 20,5 слой, 30,5 слой, все зависит от цвета, укрытой способности, цвета подложки и так далее. Что мы сейчас сделаем на это крыло? Мы обычно рекомендуем наносить его более тонко, можно варьировать расстоянием распыления, скоростью прохода. То есть он не должен быть таким плотным, как первые вот эти три слоя, что мы наносили ранее. Итак, наносим. Для него будем использовать пистолет 4600, премиальная версия Собола с головой Апо и дюзой 1.3. Хочу обратить внимание ваше на то, что на разных по цвету подложках одна и та же краска выглядит совершенно по-другому. Это очень важный на самом деле момент, выбор подложки, цвета подложки перед покраской. Потому что, как вы видите, что крыло и дверь выглядели совершенно по-разному. Здесь темно-бордовый, здесь более такой мишневый, как и красный. И это важный момент, потому что, опять же, от этого будет зависеть ваш ботинок. То есть, сходили вы к колористу, подобрали цвет, но неправильно выбрали цвет подложки, не оригинальный, не заводской, что называется. И ваша работа, когда она будет на смарт, потому что у вас будет крайне отличаться цвет краски. Поэтому, правильно всегда выбирать цвет подложки и грунта. Мы закончили нанесение базового покрытия. Использовали два пистолета. Это Сагула 3300, это бюджетный вариант. И 4600, премиальный вариант, с головой Аква ДЮЗ-1.3. И здесь у нас на 3300 стояла глава ТЭК и ДЮЗ-1.3. Ром, как твои впечатления? Касаемо пистолета Сагула 3300. Универсальный краскопульт. Помните, мы наносили только с ДЮЗ-1.8. Шлифуем и наполнитель. Соответственно, мы сейчас поставили комплект 1.3. Данный комплект идеально подойдет для мокрого грунта, для базового покрытия и для лака. Очень понравилось, как работает. Очень высокий факел, плотность к переносу материала. В качестве бюджетного ты по себе купил бы? Да, я бы все сделал как универсальный. Очень хорошо. 3 в одном в плане камеры и плюс, если дополнительно 1 дюжер. Даже 4 получается. 4 исполнения получается. Что скажешь про 4600? 4600, да, чувствуется по ощущениям. По внешнему виду что-то более дорогой краскопульт. Действительно, я бы взял непосредственно под нанесение базовых покрытий. И тем более сложно. То есть, это перламутры какие-то. И более такие современные сложные цвета. Очень удобное исполнение. Удобно, мягко работает сам по себе. И опять же, посмотрите вблизи. Удобно расположение окошка с манометром. Регулируйте, опять же, очень удобно. Всегда перед глазами показания значения. По атомизации, как бы, тебе что больше понравилось? По большому счету, процесс окраски и атомизации в обоих пистолетах великолепно. Честно говоря, просто, ну вот, 4600 я бы хотел бы отметить, что более грамотное распределение всех частиц будет именно в середуре перламутров. Мне кажется, как бы, да, это заметно именно на сложности. Потому что я сложный как бы красил, да, и, ну, разумеется, я красил. Вот, и все-таки, да, он работает немножко помягче, вот. И если будет какие-то сложные цвета, да, то есть, серебро может быть, да, то, конечно, 4600, наверное, что-то работает. В данном свете особой разницы по переносу базового покрытия и распределению я особо не замечу. То есть, оба систолета справляются на... Мне кажется, 80% цветов, которые, как бы, мы используем, да, при покраске, то есть будет одинаково хорошо отрабатываться тем, что тем пистолетом, в общем-то, да. Ну, а сложные цвета, да, если вы работаете такими, да, у вас часто заходит, может быть, какие-то вы работаете люксовыми брендами, там, да, там, Lexus, не знаю, Toyota, ничего что-то, вот. То, конечно же, такой пистолет иметь в арсенальном очень тоже было бы неплохо. Мы приходим к лакированию, Ром, расскажи, почему вы на этот лак, почему мы взяли его? Ну, во-первых, лак относится все-таки к премиальному, всем известному бренду, да, то есть выпускается он непосредственно на Западе. Вот, очень просто нанесение, реально легко наносится, легко смешивается, пропорция смешивания 2 к 1 плюс разбавитель 0,3-0,5. Прозрачный, не желтит, не линзит, не течет, не кипит, то есть стабильность нанесения, небольшой пластрозлив есть, ну, меру. Вот, отлично сохнет в различных температурных режимах, то есть как в ОСК, так и в воздушной сушке, все зависит, естественно, от температуры применения, да, это варьирует немножко, но все-таки. И великолепный блеск на выходе, то есть минимальные просадки, никаких загибаний и так далее. Вот основные его характеристики. То есть хорошая рабочая лошадка за меняемые деньги. Да, стандартная лошадка. Еще у нас это премиальный брак. Да, это премиум, очень хорошего качества стандартного. Ну, отлично. Итак, приступаем к смешиванию данного лака. Лак смешивается 2 к 1 со своим ИЧС-отвердителем 82-38, и добавляется разбавитель 807-0,2-0,5. Лак, как мы видим, прозрачный. Вот, смешаем немножко с запасом. Отвердитель также прозрачный, повторяюсь, 2 к 1 с лаком. Вот, далее в идеале перемешать эту смесь для того, чтобы процесс поляризации был для всех слоев, как снизу, так и сверху. Добавляем разбавитель. Пропорции идут 0,2-0,5. Если процент вносит в соотношении, то это 15-25%. Итак, окончательно перемешиваем все наши три компонента. Жизнеспособность лака порядка 6 часов. Значит, выше температура у нас, чем срок сокращается. Вязкость лака составляет 17-19 секунд. Наносится он в два слоя. Толщина сухого слоя на самом выходе получается 55-60 микрон. Выдержка между слоями 5 минут. Окончательная выдержка, пересушка 10. Окончательная сушка в ОСК при 60-30 минут. Воздушная сушка, если мы наносим в зоне подготовки в цеху, то порядка от 8 часов. Все зависит, опять же, от температурного режима. Плачить мы будем тремя пистолетами. Это пистолет Сагула 3300 с головой ТЭК ЮЗ-1.3. Это бюджетный пистолет. Третье Mason Домзи Премиальным у нас сегодня будет пистолет De Wilbis DV-1 с главой C1 Fudluck и Duse 1.4. Субтитры сделал DimaTorzok Премиальная версия 4600 с главой Clear, стандартная голова для лака и Duse 1.3. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Дима Торzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Торzok 1 2 0 все спасибо всем пока до свидания